Приветствую друзья! Во все времена люди пытались всеми способами отличиться от себе подобных, а если говорить о техническом развитии и конкретно о станкостроении, то благодаря этому на свет появлялись станки, конструкция которых была настолько нетривиальной, что некоторые функции до сих пор вызывают споры, как со стороны обычных пользователей, так и со стороны ученых. Такие станки зачастую уникальны в своем роде и по каким-либо причинам не получили билет массовое производство. Иногда складывается такое ощущение, что всего лишь чуть более 100 лет назад людям было известно больше о металлообработке, чем сейчас. Наши сегодняшние рассматриваемые токарные станки отличаются от привычной конструкции тех современных экземпляров, которые находятся на рынке и которых после покупки приходится зачастую дорабатывать, чтобы с успехом пользоваться ими. В старых станках было уже все учтено производителям, и это при том, что над ними не работал штат персонала с инженерным образованием, а зачастую это был один человек, имя которого до сих пор неизвестно. Одним из таких неизвестных станков является вот этот монстр, предположительно появившийся в Америке с 1895 по 1910 года. На первый взгляд это вполне обыденный настольный токарная резьба нарезной станок, однако если присмотреться, то можно заметить, что форма направляющих станины не такая уж и обычная. Если наличие подобия Т-паза вдоль середины станины хоть как-то можно объяснить, то форма передней направляющей суппорта вызывает вопросы. Это призматическая форма, которая не была распространена в те времена. Кроме этого, вдоль задней поверхности станины также присутствует довольно мощный Т-паз, функция которого пока не изучена, однако есть много догадок, начиная от возможности крепления какой-то оснастки и до бесконечности. Стоит сказать, что такого рода Т-пазов у станка в огромном количестве, они присутствуют везде, причем даже там, где их присутствие не совсем логично. Говоря о суппорте, который по сути представляет собой мощную литую плиту с четырьмя Т-пазами, можно заметить на фартуке загадочные отверстия, о назначении которой до сих пор спорят. Возможно, в нее крепилась утерянная деталь от механизма включения автоматической подачи, однако зачем тогда рычаг, находящийся ниже? Не менее загадочными являются и проштампованные цифры 1 на салазках и фартуке, если учитывать, что станок не выпускался массово на заводах. Вот зачем эти цифры? Передняя бабка станка также не совсем традиционная в нашем понимании. Представляет собой два держателя для шпинделя, который вращается в подшипниках скольжения. Станок оснащен гитарой для вырезания резьб и, скажу честно, довольно непростая. В комплекте сохранились и дополнительные шестеренки. На задней стойке держателя шпинделя можно заметить и стопорный палец, который вместе с отверстиями на шкиве превращает переднюю бабку в делительное устройство. На верхних поверхностях стоек можно заметить два Т-паза, что также необычно и непонятно зачем. Но это хоть можно предположить, но вот зачем Т-паз под спинделем на правой поверхности передней стойки со стороны патрона? Ведь что-то крепилось в него, да еще чтобы ничего не мешало вращению патрона довольно проблематично. Вдоль передней поверхности станины можно также заметить толстый и мощный ходовой винт, предназначенный для передачи крутящего момента с гитары на суппорт станка. И все бы ничего, ведь мы не впервые это видим, однако только посмотрите, как интересно выполнен механизм включения передачи крутящего момента на ходовой винт. Ручное и продольное перемещение каретки осуществляется при помощи фиксированного к станине маховика, вал которого соединяется одним концом при помощи конической зубчатой передачи с валом ходового винта. Автоматическая передача вращения имеет более сложный механизм, состоящий также из конической зубчатой передачи, но между ними находится и ведомая шестеренка, имеющая главенствующее значение в данном механизме. Собственно, включение передачи осуществляется при помощи рычага, который смещает муфту, вводя в зацепление коническую шестеренку на конце ходового винта с ведомой шестеренкой. Также, в зависимости от стороны смещения рычага с муфтой, можно включать вращение вала в ту или иную сторону. Механизм довольно простой и надежный, вероятно у вас возникнет вопрос по поводу усложнения этой функции, ведь мы знаем более простые решения. Но если мы посмотрим ниже, то увидим еще один вал, который доходит до конца станка, и этот вал не вращается, а сдвигается в продольном направлении одновременно с рычагом включения передачи вращения на ходовой винт. Функция данного прутка довольно проста и состоит в автоматической остановке ходового винта при нарезании резьбы или же автоматической подачи. Об этом нам намекает и огромная регулируемая шайба, находящаяся на этом валу. Ей можно регулировать длину съема или длину нарезания резьбы. Как только фартук продольной подачи наезжает на эту шайбу, она смещает вал и вместе с ней муфта выводится из зацепления и винт останавливается. Задняя бабка у станка совершенно неприметная, но функцию свою выполняет неплохо. В общем, вот такой загадочный станок появился больше 600 лет назад и работает до сих пор. Второй обозреваемый станок появился предположительно в Англии в 30-х годах 20 века. И несмотря на отсутствие конкретной информации об изготовителе, станок отличается невероятно странной конструкцией. Начиная с того, что литая станина и мощное направляющее прямоугольного сечения являются отдельными разборными частями. Суппорт продольной подачи и задняя бабка обхватывают направляющую со всех сторон, причем с нижней стороны есть винты для фиксации данных элементов. Винт продольной подачи находится под нижней плоскости направляющей, образуя таким образом некую защиту. Соответственно, маховик для продольного перемещения суппорта находится на правом торце станка. Все это рисует нам картину невероятной мощи и отсутствие какого-либо смещения или дребезжания при обработке заготовки. Однако наличие аж четырех плоских поверхностей скольжения намекает на возможные проблемы с перемещением в отсутствии обильного смазывания, да и при попадании мелкой стружки. Станок, вероятнее всего, имел и функцию нарезания резьбы, так как на левом торце мы видим левый конец ходового винта, куда, по всей видимости, крепились шестеренки гитары. Также на передней поверхности левой части станины под передней бабкой можно заметить рычаг включения вращения ходового винта, ну а окончательно можно убедиться в этом заглянув снизу под станиной, где мы увидим собственно муфту для данного механизма. Особый интерес вызывает совсем не простая передняя бабка, которая является по совместительству и коробкой передач с четырьмя скоростями. Для управления изменением передаточного числа оборотов шпинделя на левом торце коробки находится четыре выдвигаемых стержня с обозначением А, Б, С и Д. Причем первые два из них находятся на крышке коробки, а остальные на левом торце корпуса коробки. Все валы вращаются на подшипниках скольжения и для их смазки есть специальные масленки с соответствующим обозначением. Собственно вот такие необычные станочки. Интересно, что вы думаете о таких необычных решениях в конструкциях токарных станков. У меня на этом все, спасибо всем за внимание, всем пока!